Всем привет, любители колес! Я сегодня такой грязный неспроста и одет я так тоже неспроста потому что мы сегодня снимаем такой автомобиль который в Японии является рабочей лошадкой ну а у нас в России этот автомобиль еще приносит кучу эмоций встречайте, L200 Вот так вот эта машина должна выглядеть практически всегда потому что когда он нализанный такой весь прям яркий, блестит ну он даже не похож на какой-то джип а здесь, когда он в грязище ты сразу же понимаешь, что это брутальный японец который может тебе доставить такую волну эмоций что она тебя просто захлестнет и ты в ней можешь утонуть это будет продолжение Продолжение следует... 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 Потом, этот двигатель комплектуется еще автоматической коробкой передач шестиступенчатой Вот эта шестиступенчатая коробка, в отличие от пятиступенчатой, которая была на предыдущем L200 Она, ну вот эта шестиступка, она стала намного динамичней То есть машина ехать стала лучше, намного быстрее И расход как бы немного уменьшился То есть японцы тоже там делают апгрейды и развиваются И сюда также еще ставится шестиступенчатая механика Ну механика, как я уже и говорил во многих видео Механика это просто коробка на века Я не знаю, что нужно сделать с механикой, чтобы ее сломать Они просто вечные Газовых упор нет, ребят Заметьте, это настоящий джип, это настоящий внедорожник И ты должен быть настоящим мужиком, чтобы владеть такой машиной Помимо того, что он хорошо едет по бездорожью Что у него мощный двигатель, экономичный в конце концов Здесь самое главное Вот это, ребят Его кузов Если ты собрался строить дом, то тебе нужен L200 Если ты собрался заниматься каким-нибудь бизнесом, тебе нужен L200 Если ты хочешь просто угорать по бездорожью, тебе тоже нужен L200 В общем, здесь у нас кузов 1520 мм Он в длину, в ширину 1470 мм А глубина от конца борта до его пола 475 мм То есть огромное пространство И самое главное, что вы можете сюда установить Кунг Можете декоративную крышку сюда поставить То есть тоже вариации тюнинга задней части огромные То есть можете делать, что хотите Собак возить Вот самая главная фишка вообще всех пикапов заключается в чем Что вы можете везти какие-то пахучие там, я не знаю, стройматериалы Собак перевозить, я не знаю, тещу в конце концов Вы можете ее сюда загрузить И они не будут вонять в салоне Вот это самая главная фишка И мало кто понимает это Ну и плюс еще вот на этом Откидном борту Тут можно вообще на нем сидеть Там пикник устраивать Зараза Тут, кстати, если даже что-то везешь Какую-то там псину, не псину Сзади есть нормальное вообще окно Можешь наблюдать, что творится у тебя в кузове Вдруг теща там развязалась Любитель колес А вы помните, как раньше выглядел L200? Вот предыдущий кузов У которого были вот эти яйцевидные формы Ну как-то это смешно было А если посмотреть на этот, где уже такой скос Фактически острый И вот эти линии, острые углы Машина стала намного Агрессивнее выглядеть, во-первых И самое главное, она стала выглядеть богаче Интересный факт L200 является коммерческой машиной Почему? Я вам сейчас скажу Во-первых, у нас огромный кузов То есть вы можете заниматься каким-нибудь бизнесом У нас сзади стоят рессоры Для чего? Для того, чтобы вы могли спокойно грузить туда Ну в районе где-то 400-500 килограмм Чтобы могли что-то перевозить Если взять другие внедорожники То там у нас в основном сейчас идут уже пружинные подвески у всех То здесь уже рессоры идут Спереди у нас пружинные с двумя поперечными рычагами То есть вот такой вот расклад по подвеске Что касается тормозов То спереди у нас дисковые вентилируемые Усиленные причем То есть большего диаметра В отличие от других, скажем так, Mitsubishi А сзади у нас стоят уже барабаны Это, соответственно, тоже как бы намекает нам о том Что машина все-таки больше для работы А не для каких-то гонок Там вот этих обгонялок Как многие думают Потом, что еще интересного У нас сюда устанавливаются колеса 16-го диаметра и 18-го С 16-ми у нас получается клиренс 200 миллиметров С 18-ми колесами у нас уже получается клиренс 220 миллиметров По сути клиренс как бы хватает Ну, я заметил, знаете, какую фишку Вот этот вот гребаный бампер Который имеет огромный свес Вот он может где-нибудь на пригорке Ну, точнее, вы можете на пригорке этим бампером ткнуться Ну, понятное дело, что основная задумка, наверное, была Не для того, чтобы гонять на нем по грязи А все-таки ездить по нормальным дорогам По большей степени Ну, или по какой-нибудь грунтовке Не сильно такой, прям ухабистой Ну, тем не менее Бампер меня вот немного напрягает Потом еще есть момент такой Там снизу огромный, короче, лист железа Огромная защита, которая закрывает двигатель, коробку, раздатку У нее есть, во-первых, хорошая сторона То, что она все это закрывает и защищает И есть обратная сторона медали Заключается она в чем? Если вы где-то едете там по снегу Или по какому-нибудь колее И клиренса вам не хватает И вы садитесь То вот этот весь пласт железа Он просто прилипает И чтобы потом сдернуть эту махину Ну, придется либо идти за чем-то подобным Либо за трактором Как бы и плюс, и вроде с другой стороны и не особо плюс Но, я думаю, с этой проблемой столкнутся немногие Потому что в дебри ехать не каждый хочет Самая главная фишка этой машины заключается в ее полном приводе Он осуществляется за счет раздаточной коробки Super Select второго поколения Что нам это дает? Во-первых, мы можем ездить спокойно, чисто на заднем приводе Можем ездить постоянно на полном приводе И еще у нас есть два режима для бездорожья Это когда мы блокируем, между всего, дифференциал На прямой передаче едем И пониженные передачи Тоже блокировка, между всего, дифференциал Пониженная передача То есть спокойно можем там залазить в какие-нибудь горки, не горки То есть медленно передвигается машина Также и на спуске это неплохо помогает И самое главное То, что здесь еще есть блокировка заднего дифференциала То есть машина к бездорожью подготовлена по полной Конечно, с развесовкой здесь есть один момент То есть морда у нас немного тяжелее, чем зад Чтобы вот этот баланс выставить, вам придется немного зад нагрузить Но это не так страшно Подвеска у машины еще очень мягкая Но вот из-за того, что сзади рессоры Задок немножко козлит Вот морда, она вообще проглатывает все кочки Да, есть небольшая валкость у машины Но, извините меня, это рамный внедорожник Она здесь в любом случае будет Ну а внутри этой машины, в принципе, все предсказуемо Здесь все по-мужски Не сказать бы, что это срублено все топором Но, тем не менее, все кнопочки такие здоровые Много всяких фишечек добавлено Там вот мультируль здесь вообще как одна большая клавиатура И самое что классное, здесь камера стоит намного лучше, чем на Pajero Sport Вот камера здесь прям реально с классным изображением Но у нее есть такой момент, что когда ты поворот руля делаешь Она не выстраивает геометрию Мне это как бы не является для меня этой помехой Многие, наверное, об этом говорить будут как и недостатки Плюс еще много всяких ручек вот этих вспомогательных Чтобы можно было запрыгнуть сюда Потому что машина, она в конце концов, не низкая нифига Пластик Ну, про пластик я уже говорил в Pajero Sport Здесь абсолютно все то же самое Абсолютно все то же самое И у нас не топовая комплектация Здесь нет кожаных сидений Здесь обычная тряпка И регулировка водительского сидения полностью механическая Ну, не знаю, к этому ко всему привыкаешь Я бы не отмечал это как минусы Самое главное забыл вам сказать Цена Потому что на цене сейчас стали все просто помешанные Начальная стоимость этой машины 2 миллиона 69 тысяч Окончательная стоимость 2 миллиона 740 тысяч Но если вы хотите более подробно посмотреть эти машины И узнать ценники, какие на них скидки Вам проще прийти в автосалон Агат на Московском шоссе Либо в Афонино И уже пообщаться с менеджерами Кстати, спасибо вам огромное за то, что предоставили этот автомобиль нам на тест-драйв Ну что, любители колеса Сегодня покатались от души Прям реально L200 принес кучу эмоций Давно я так вообще не развлекался И так вот можем подвести итог Сказать, что эта машина как для семьи, так для работы И для получения эмоций В общем, машина с огромными возможностями То есть, если бы у меня были деньги 2 миллиона, я бы с удовольствием купил бы его себе Но, увы, денег пока нет В общем, если вам понравилось это видео Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok